Депрессия бывает легкая, средняя и тяжелая. Если говорить о легкой депрессии, то выступают такие симптомы, как снижение настроения, снижение либидо, снижение когнитивных функций, снижение двигательной активности. То есть, в принципе, во многих аспектах жизни наблюдается спад. Это может протекать как соматическими симптомами, так и без них. Наряду с депрессивным состоянием очень часто люди испытывают явление так называемой психосоматики. Это могут быть проблемы желудочно-кишечного тракта, это может быть подъем температуры. Любые заболевания, мигрени и прочее, могут возникать на фоне депрессивного расстройства. Если говорить о средней тяжести депрессии, то эти жалобы усиливаются и к ним еще добавляются антивитальные мысли, то есть мысли о суициде. В тяжелой стадии депрессии возможно уже наличие психотических явлений. То есть тут могут наблюдаться галлюцинации, могут возникать бредовые идеи. Такие пациенты очень часто считают, что все беды в мире произошли именно из-за них и дальнейшее их пребывание на земле нежелательно. Такие пациенты готовятся уже запланированно к суициду и они об этом, конечно, обычно никому не сообщают. Дожидаются удобного момента, когда близкие уйдут из дома и никто их не сможет остановить и никто им не сможет помешать совершить содеянное. В таком случае лечение пациентов осуществляется исключительно в условиях стационара, это очень тяжелые больные. Человек из легкой депрессии может переходить в более тяжелые формы, поэтому даже при наличии легкой степени депрессивного расстройства надо обратиться к врачу, чтобы не допустить печального исхода. Субтитры создавал DimaTorzok